Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема Олега Свирога. Следующее. Болезненное состояние мышц позвоночного столба, либо спины. Здесь много ума. Я думаю, не нужно никому посмотреть, как все-таки проходит данный меридиан. И мы уже видим, что внутренний меридиан контролирует продольные мышцы спины. И если у человека есть, скажем так, боли, болезненное состояние, травмы позвоночного столба, ушибы позвоночного столба, а также остеохондроз, кривошея, а также у нас травмы спины идут всеразличные, то необходимо обратить внимание на меридиан задней середины. Но, как всегда, есть но. Прежде всего, здесь данный меридиан встречается с меридианом мочевого пузыря. И не брать во внимание состояние меридиана мочевого пузыря будет глупо. Вот уже вторая подсказка. Третья подсказка. Нужно знать, что спина – это яньская сторона тела человека. Если у человека янь не в гармоничном состоянии, то это будет отражаться на спине. Это третья подсказка. Четвертая подсказка. Нужно помнить, уважаемый зритель, что мышечная система – это состояние поджелудочной железы. После 40 лет поджелудочная железа начинает, скажем так, функции ее ослабевать. Вследствие чего и меняется весь мышечный, ну не меняется, а мышечный тонус начинает быть не настолько активный, а более приобретает пассивную роль. То есть идет на старость, как бы это ни звучало, скажем так, для всех этот приговор. Потому вот эти четыре подсказки, вам, уважаемый зритель, в помощь. Ну и, конечно, пятая подсказка. Обязательно, при всеразличных расстройствах, травмах, ушибах позвоночного столба, необходимо знать, что позвоночник – это костная система человека. И в каком состоянии почки, и здесь мы видим связь, что с почками, также необходимо знать. Вот вам пятая подсказка. Представьте себе, и шестая подсказка, самая важная, которую вам никто не скажет, при всеразличных болях в области спины, особенно поясничной части. Ну здесь мы ведем верхнюю, то есть нижнюю часть, среднюю часть и верхнюю часть спины, позвоночного столба. Необходимо знать, в каком состоянии меридиан тройного обогревателя, который контролирует всю тонкую энергию, распределяет ее по нашему физическому телу. Вот если вы ответите на эти шесть подсказок, которые услышали в данном видео, вы с легкостью поборете любые болезненные проявления мышц позвоночного столба и вообще мышц на спине. Если вы не будете знать, ваши действия будут тщетны. Но, по крайней мере, воздействием на точку ВУЧ-15ЕМН мы можем и тем самым благоприятно будем влиять. И на позвоночный столб, по которому проходит сзади средний меридиан, и данная точка контролирует. И продольные мышцы спины, мы уже видим, что данная точка контролирует. Именно берется, между прочим, с этой точки движения внутреннего канала, внутреннего канала задней срединного. Здесь, конечно же, и состояние почек, костной системы, и мышечной системы человека вообще. Вот вам, пожалуйста. Но помните, диагностика 12 меридианов вам покажет, в каком состоянии ваша янская энергия. Почему? Потому что янская энергия – это спина. Если вы это не учтете, вы можете дать очень много инской энергии. А янскую опять, скажем так, что не возьмете во внимание. Вследствие чего происходит дисгармония, нарушится баланс и не янь. И что? Боли так и останутся у человека. Вы поможете человеку на короткое время, а потом боли вернутся. Чтобы этого не было, диагностика 12 меридианов будет разумной, мудрым решением перед любой помощью, как тяжелых заболеваний, так и простых болей. Спасибо за внимание.